Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Модернизация здравоохранения республики, промежуточные итоги капремонта и строительства медучреждений. Эти и другие темы обсудили на круглом столе, который прошел в Черкесске с участием депутата Госдумы Султана Узденова, представителей регионального отделения партии «Единая Россия» и руководства больниц городов и районов Карачева-Черкесии. Подробности у Али Баташева. Со всеми причастными к этому министерствами мы в плотном графике работаем. И для нас самая главная, важная задача – это то, чтобы эту работу ощущали на себе люди. Обеспечение качества и доступности медицинской помощи всем жителям Карачева-Черкесии – главная цель региональной программы модернизации здравоохранения, разработанной в 2019 году. Министр здравоохранения Динара Камурзаева доложила о проделанной работе. Мероприятия, которые перед нами стояли в 2019, 2021, 2022 и 2023 году, выполнили на 100%. Все объекты введены в эксплуатацию. Прошлый год у нас был рекордный. Мы 20 объектов здравоохранения в совокупности отремонтировали и построили. Где-то немножко задерживались в силу ряда причин, сложностей, необходимости переделывать проектную документацию. В этом году приступили к реализации еще шести новых объектов. По ним в настоящее время заключили контракты под ключ, одновременное проектирование и строительство. По всем объектам разработана проектно-смертная документация. До конца месяца мы получим экспертизу и начнем реализовывать. Есть сложности, конечно, у нас с реализацией. Только в этом году планируется ввести в эксплуатацию четыре объекта, среди которых врачебная амбулатория в Домбае. Вместе с тем были отмечены и недостатки. Так, города с численностью населения более 50 тысяч населения в программу модернизации не попадают. Поэтому первичная медико-санитарная помощь в Черкесске не модернизируется. Ситуацию можно исправить при внесении изменений в федеральное законодательство, отмечали участники круглого стола. Большинство жителей республики не ходят на диспансеризацию, а строительство новых учреждений здравоохранения меньших площадей, чем было ранее, вызывает недоверие у населения. Роль партии должна быть в том, чтобы проводить разъяснительную работу населению. Что новые модели оказания медицинской помощи, они сейчас требуют и меньших затрат, и меньших площадей и всего остального. Здравоохранение – это наша основа. Без здорового поколения, без здоровья у нас не будет будущего. В первую очередь хочу, знаете, выразить благодарность главе республики, Борис Пич, за его пристальное внимание, которое он уделяет непосредственно направлению здравоохранения. Круглый стол проходил в рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее». Али Баташев, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Город Карачаевск в эти дни переживает преобразование. В нем строятся объекты для отдыха и спорта. Ремонтируются тротуары и, самое главное, в этом году взялись за перекрытие крыш, многоэтажных домов и благоустройство воровых территорий. Каких объектов коснутся новшества, выясняла Мадина Каракетова. Карачаевск без преувеличения можно назвать самым милейшим уголком Карачаево-Черкесии. Обрамленный горными вершинами, утопающий в пышной зелени и дышащий свежестью студенческий город не оставляет равнодушным того, кто хоть раз здесь побывал. Гордом неонов, ирисов и сирени называют его сторожилой, которые помнят Карачаев в самом его рассвете. И признаются, что очень хочется, чтобы этот город оставался таким же уютным и красивым. В последние несколько лет в Карачаевске появилось немало нужных и важных объектов. Это открытый бассейн, новый благоустроенный парк культуры и отдыха «Зеленый остров», фонтан на главной городской площади наконец-то заработал, строится ледовый дворец. В эти дни кипят работа и по благоустройству пешеходных дорог. Особенно это радует молодых горожанок. Теперь можно смело ходить по аллеям, без риска сломать каблучок. Стало комфортнее ходить по этой территории, не нужно обходить дорогу, чтобы как-то адекватно дойти до работы и так далее. Стало намного удобно перебираться, допустим, на «Зеленый остров». Раньше было неудобно, везде были камни, сейчас очень даже удобно, красиво, эстетично. В этом году в Карачаевском городском округе запланировано благоустройство двух аллей по федеральной программе «Городская среда». Сейчас на стадии окончания строительства аллеи по улице Ленина в городе Карачаевске протяженностью более 330 метров, площадью более 1000 квадратных метров. В данном проекте предусматривается устройство тротуаров, плитки, скамейки и зеленая зона. Это будут насажены цветы, декоративные деревья. Точно такой же объект с протяженностью 252 метра и с малоархитектурными формами благоустройства строится и в Тиберде. По этой же программе предусмотрено благоустройство и ремонт 10 дворовых территорий. Строительство дворовых территорий у нас по программе идет уже более пяти лет. И это было предусмотрено до 2025 года. Сейчас она сделана бессрочной, в связи с ограничением источника финансирования. Дворы для ремонта выбирали по принципу самые запущенные. В городе Карачаевске таких два двора по улице Курджива 2 и 2Б. Здесь очень ждут обещанных преобразований. Мы очень сильно хотим площадку, потому что в нашем дворе очень много детей и скучно. Посмотрите, все вот обрушилось. Сколько вот здесь двое женщин ноги поломали здесь. Очень грязно. Там мусор с общежития, с того дома, с магазина, со всех. И даже машины приезжают, этот мусор все туда кидают. Невозможно, запах страшный. Нет ничего абсолютно для детей. То они туда наверх бегают, то туда бегают, то сюда бегают. Негде им играть. А лет 15 назад, когда в этот дом переезжала Мария Амбайчёрова, этот двор был одним из самых красивых и благоустроенных в округе. Были и клумбы, и детская площадка, и аллеи с бордюрами. Но со временем все приходит в негодность, а тем более, если времени помогают и местные вандалы. В этом году нам обещали все это сделать. Мы вот ждем, как порядочные люди, не спешим. Аллах, это нам все сделает. Дом, конечно, старый. Ему где-то лет 50 есть. А так, не то что двор. У нас в подъездах тоже все рушится. Сами по себе делаем, своими силами. Вопросов к управляющей компании накопилось много, рассказывают жители многоквартирного дома по Курджиево 2Б. К соседям, неплательщикам и собачникам, выгуливающим своих питомцев, где попало и как попало так же. Но это уже другая история. А пока пару недель назад приезжали, сняли самодельное ограждение с импровизированных клуб, обещали, что в скором времени их дворы преобразятся до неузнаваемости. Жители домов по Курджиево 2 и 2Б очень надеются, что это будет действительно скоро. Позитивные изменения, но уже связанные с переустройством и капитальным ремонтом кровли, чувствуют жители четырех старых пятиэтажек, как говорят горожане. На улицах Орженикидзе 1А, Курджиево 18 и Мира 9. И на зеленой 33 в Марайаге. Данные крыши находятся уже в неудовлетворительном состоянии. Были массовые жалобы и в сторону управляющей компании, и в сторону администрации. И администрация, когда создавала краткосрочный план, она отправила в Минстрой с просьбой заменить именно вот эти дома, которые крыши по данным домам. Ну, там действительно состояние на пятых этажах, на верхних этажах квартир, там такое плачевное. Орженикидзе 1А плоскую кровлю заменят на скатную. На данный момент завершаются работы по установке стропильной системы. Строители устанавливают обрешетку. У Курджиево уже примерно на такой же стадии. Там капитальный ремонт крыши, там уже была шатровая крыша с шифером. На данный момент уже тоже стропильная система установлена, пленкой все накрыли. По зеленой 33 сейчас идут работы по заливке бетонных столбиков и так далее, укрепление стоек. На данный момент там тоже капитальный ремонт крыши. Мы тоже начали, но там чуть-чуть на раннем этапе. Крыша довольно простая, поэтому, думаю, через месяц они уже должны завершать работу. Так что дождливую осень жильцы этих четырех домов встретят уже без тазиков под потолком. Благоустройство Карачаевского городского округа продолжится, идей много. И мы обязательно порадуемся преобразованием вместе с жителями красивого и уютного Карачаевска. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашебоков, Миха Каракелян. Вести Карачаево-Черкесия. Карачаевск. Карачаево-Черкесия и Волгоград стали лидерами по урожаю пшеницы третьего класса на юге России. Сообщают в Центре оценки качества зерна. На полях Карачаево-Черкесии продолжается уборка зерновых колоссовых культур. В этом году их площадь составляет более 95 тысяч гектаров. В целом в этом году планируют собрать урожай с площади более 125 тысяч гектаров, в том числе зерновых колоссовых и технических культур. И штормовое предупреждение. Сегодня, завтра и 24 июля местами в Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди. Ливни с грозой, градом, с сильным ветром до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Сход серий. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь в отдельных районах сильный, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 5-10, порывы будут до 14, а днем при грозе до 18. Температура ночью 16-21, в горах до плюс 12, и днем 26-31 градусов тепла, и местами до плюс 22. В северных и центральных районах высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 14, температура ночью 18-20, днем 28-30 и высокая пожароопасность. Продолжаем выпуск. 22 единицы нового спортивного оборудования и инвентаря получила спортивная школа Олимпийского резерва в Черкесске. Тренажеры, ядра, копья, диски и многое другое для занятий легкой атлетикой. Спортивные оборудования приобретены для наших спортсменов в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография», разработанного по инициативе президента России Владимира Путина. И такую поддержку Карачаева-Черкесия получает не первый год. В Адыгихабльском районе прошли девятые игры народа Абаза. В ауле Абсуа собрались спортивные дружины не только из нашей республики, но также и из нескольких российских регионов и республики Абхазия. Подробности в репортаже Артур Амхце. У нас приехало пять человек. Я сам буду участвовать в стрельбе из лука, стрельбе из многокалиберной винтовки. Давно проживающий в Москве Мурадин Урчуков руководит столичным культурным обществом Абаза. Параллельно увлекается стрелковыми дисциплинами. Он, можно сказать, постоянный участник соревнований, которые в 2024-м достигли девятилетнего рубежа. Игры народа Абаза, организованные Международным объединением Алашара, ежегодно собирают сотни спортсменов-любителей из многих регионов России, а также из-за рубежа. Я хочу поблагодарить всех, особенно простых жителей села Абсуа, которые работали и создавали, я бы сказал, этот замечательный стадион, многофункциональный. Я убежден, что и после соревнований эта замечательная площадка, уже наполненная энергией наших азартных спортсменов, будет служить не только селу, но и республике в целом. Эти игры не способствуют исполчению всех народов нашей республики, потому что на эти фестивали уже каждый год приезжают все наши братские народы, икорочайцы, 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 икорочайцы. Все мы одной единой семьей и принимаем в этом такое активное участие. Состязания включали в себя как командные дисциплины, вроде футбола, волейбола или перетягивания каната, так и индивидуальные. Например, конные скачки, дартс, настольные игры и многое другое. Впрочем, для большинства участников итоговый результат в таблице далеко не самое главное. Куда ценнее возможность общаться с людьми, проживающими в разных уголках земного шара. Очень любим абазинские игры, ежегодно пытаемся участвовать. Единственное, в прошлом году не получилось, потому что не смогли собрать команду. На самом деле, первый раз участвовали в Кубине в позапрошлом году. Тоже, к сожалению, проиграли, но бывает. Наша тактика заключается в том, что с каждым годом молодых, новых ребят привозить, потому что это мероприятие проходит раз в год. И если ты сюда будешь ехать только за победой, ну, грош тебе цена. Здесь нужно знакомиться с братьями, с сестрами, потому что связь, которая здесь наладится, она намного сильнее, чем кубок или чем медали. Однако это вовсе не значит, что участники состязались спустя рукава, без энтузиазма. В этот день в Апсуане возможно было найти равнодушных людей. Одни демонстрировали силу, выносливость, умение буквально выгрызать победу ценой неимоверных усилий. Другие умело справлялись с быстрыми скакунами, принимая решения, ценность которых завоеванные трофеи. Девятые игры народа Абаза подарили имена новых победителей и стали ярким, красочным праздником спорта, силы и дружбы. Артур Мухцев, Атима Хунова, Ренат Муков, Миха Каракелян. Вести Карачао-Черкесия, Адыгихабльский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Морячка». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова